Гарс техника сейчас вообще эпично, под разряды грома мы ходим по зоне, это очень интересно и увлекательно. В этом выпуске речь пойдет о технике, которая применялась в повседневной рабочей жизни деревень до момента взрыва реактора на ЧАЭС и появление так называемой зоны отчуждения и Полесского государственного экологического рационального заповедника. Это значит, что речь пойдет в первую очередь о сельскохозяйственной технике, оставленной навечно в зоне отчуждения Беларуси. Конечно, большинство из этой техники навряд ли уже можно будет воспользоваться в обозримом будущем, так как она представляет собой только музейную ценность. Все, что нужно, оттуда достали и по функционалу, в прямом назначении ее использовать уже невозможно, да и восстанавливать уже никто не будет, только если отправить нелегально на переплавку. Но мы всю технику засняли и теперь это знаем, что техника есть и стоит она с конца 80-х, а если пропадет, то сразу будут вопросы. Однако, и такие остатки механической техники, пока их не порезали на металл, являются живым памятником истории сел и жизни белорусских деревень в целом. Отличный мотопарк, мотоциклы. Техника, которую мы, конечно, сейчас замерим. Посмотрим, какой на технике фон. Вот, с коляской. Мототехника. В первую очередь хочется отметить огромное количество остатков личной техники жителей зоны до момента взрыва на ЧАЭС. Да, в большинстве попадается все в разобранном состоянии, как обычный металлолом. Хаотично разбросано по всей зоне, у домов, в лесах, в полях. Технику не свозили в какое-то конкретное место в зоне, а так все это стало сгнить в разобранном виде под открытым небом. А что-то даже и в гаражах. Да, вы не слышали, есть этот транспорт, который неплохо сохранился в глубинке зоны, в домах, во дворах бывших жителей. Самым же распространенным видом транспорта, который встречается в зоне, это, конечно же, мотоциклы. И очень много колясок, составе мотоцикла, так и отдельно. В те годы, видимо, такой транспорт снискал огромную популярность в селах. Практически в каждом дворе можно обнаружить какие-то элементы от мотоцикла. Подробно о некоторых видах мотоциклов я рассказывал в видео о деревне Ломыш. Его рекомендую посмотреть на моем канале. Смотрите подсказки вверху экрана и переходите для просмотра видео. Очередная коляска. Мотика. Такая древняя. Древняя коляска. Красивая. И дождь пошел. Фон на технике всего лишь 54 микрорентгена, что очень немного. Может, здесь будет больше. Ограда такая, которую проломали. Дозиметр дико паникует. Тут диваноска мне пока даже не на земле показывает. Тут фон чувства превышен значительно. Тут как, типа, кладбище техники рядом. Короче, тут всю технику, которую, видимо, с деревни полностью свезли сюда. Тут куча всего. Какие-то комбайны. И тут дико фонит. Вот машина первая. 93. Первая тачка. На пути. А теперь о самом главном. В крупных деревнях нынешней зоны отчуждения базировались и так называемые механические дворы возле агроферм. Так как в то время процветало сельское хозяйство. В Беларуси многие деревни должны были стать передовыми и расширять производительность в данной сфере. И неудивительно, что новая техника закупалась весьма активно и парки расширялись. Поэтому все крупные деревни с большими фермами были вполне перспективными в развитии хозяйства. И вся сельскохозяйственная инфраструктура активно двигалась вперед. Косилка, которая косит траву. Сейчас мы видим в кадре остатки косилки травы. Скорее всего это разновидность самоходной косилки, плющилки, КПС. А еще разломанная косилка на фото может быть моделью D101A, которая была сделана в Болгарии. Болгарская разработка, аналог КПС-5Г. Есть внешнее сходство по кузову. Даже скорее всего, что изображенное на фото, которое я в видео привожу, это модель именно D101. Внешнее сходство по кабине очень очевидное. Внешне этот аппарат напоминает что-то среднее между комбайном и трактором. По данному состоянию на фото очень затруднительно точно определить истинную модель агрегата. В сельскохозяйственных направлениях работы это конечно незаменимая техника. Используется для скашивания сельных трав с одновременным плющением их стебелей и укладыванием на стерни волок. Она состоит из самохода 9 и жадки 1. Самоход оснащен дизелем D240 мощностью 58,9 кВт. Передние колеса ведущие, задние управляемые. На самоходе смонтированы приводной механизм, кабина оператора, плющенный аппарат, валкообразующее устройство. Получается кладбище техники на крайней деревне, наверное. Кучу всего кинуто тут. Кабины грузовиков встречаются. Кабина. Для Димитра все не успокаивается. Вот такого-то грузовика, кузов сгнивший. 91 тут. А там дальше самое интересное. Целое кладбище комбайнов. Такого я не видел. Все комбайны тут в одном месте покоятся. Сейчас мы их посмотрим поближе. Известно несколько таких крупных населенных пунктов ЧЗО, где можно увидеть остатки сельскохозяйственной техники в механических дворах. Там присутствует всякого рода сельская техника различного назначения. В первую очередь, конечно, стоит выделить личное количество комбайнов. Как я говорил ранее, подобное кладбище комбайнов можно обнаружить в Белорусской зоне отчуждения в былых крупных населенных пунктах. Мне известно как минимум три таких расположения. В этом видео мы же отправились только в одну деревню и покажем механический двор одной из деревень Белорусской зоны отчуждения. Комбайны везде отличаются по состоянию сохранности. В месте, куда мы приехали, смотреть комбайны, они оказались без многих ходовых и рабочих частей. Например, у некоторых отсутствуют шасси, жадка и другие предпособления. Возможно, технику пытались нарочно списать в утиль, чтобы никто ей не воспользовался, так как делали на территории Украины возле Ченнобыльской атомной станции. В принципе, это логично, поскольку техника заражена радиацией, были приняты меры по ее ликвидации. Разобрали как можно больше частей, чтобы комбайн был не на ходу, и кто-нибудь не додумался его перевести с глядно зараженных радиацией территорией. В кадре же вы видите самый распространенный в советское время комбайн тех времен. От завода «Растельмаш» это «Нива». Вероятнее всего, из модельного ряда «Нивы» образцов прошлого века нам посвящался «СК-5» — это разновидность «Нивы». Кстати, некоторые разновидности «Нивы» делают и в наше время. Например, модель «СК-5». Буква «СК» в названии означает комбайн самоходный, а цифра «5» — его производительность 5 кг в секунду. «Нивы» «Растельмаш» насчитывает множество модификаций. Например, «СК-5М1» мог комплектоваться сменным полугусеничным ходом для работ на почвах повышенной влажности. Модель «СК-5» — крутосклонная модификация, способная работать на склонах до 30 градусов. Модель «Нивы» «СК-5» в СССР была, пожалуй, самой популярной, а до наших дней дошла под названием «Нивы Эффект». Возраст этого проекта комбайна уже почти 50 лет. Первые модели стали выпускать в далеком 1970 году, а первопроходцы разновидности «Нивы» — «СК-3» и «СК-2» еще в 1958 году. Сам же завод «Растельмаш» функционирует с начала 20 века. Используются комбайны «Нива» больше всего фермерскими хозяйствами с небольшими площадями посевов. Там для применения серьезных высокопроизводительных машин нецелесообразно. В таких условиях эти машины незаменимы, а спрос на них вследствие этого не падает с годами. Залезем внутрь комбайна, посмотрим изнутри. Скользко. О, нормально. Даже это. Смотри, может, там изъездного еще осталось? Цепи какие-то мощные. Сейчас посмотрим, сколько тут наверху выдаст на крышах этих комбайнов. Пока был рядом, было 127 на этой площадке. Интересно, будет ли тут больше? Какая не сильно, как бы, комбайнов, вон сколько покидали. Пять штук здесь, там какая-то самоходка. Какие пять? Тут еще один один. Четыре, шесть комбайнов. Вот, возле комбайнов 112. 112 в этом месте. Вообще паникуют больше, чем возле техники. Шесть комбайнов тут насчитал я. Навеки здесь и останутся. И там еще один 27 какой-то вообще разобранный. Все-таки вот не зря их сюда согнали, потому что здесь оно самое грязное место пока на сегодняшний день. 156 микорентген. Это уже превышение нешуточное. Из рабочей техники в зоне также сохранились остатки так называемых речных кораблей. Если вы не смотрели видео еще о них, то рекомендую, посмотрите подсказки, ссылки внизу под видео. Видео называется «Кладбище кораблей речной техники». Посмотрите. С вами был Александр База. Буду рад за проделанную работу по созданию этого видео, поддержке виде лайков, репостов и подписки на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok